Раз я выключил свет, значит я вам буду показывать качество экрана. Для этого мы сейчас зайдем в настройки, поставим максимальное значение яркости. Вот мы сейчас поставили. Конечно, все стало очень ярко, красиво. Давайте вначале расскажу об углах обзора, потому что это наиболее критичный здесь момент, углы обзора. Давайте, понаклоняю телефон, и вы можете посмотреть, что будет. Так, мы сейчас тут отключим еще подсветку. Прямо, если смотреть, то все отлично. Но давайте потихонечку буду наклонять. Как вы видите, у нас увеличивается яркость, падает контрастность и выцветает экран. То есть цвета у нас становятся хуже. И под остальными наклонами, в принципе, точно такая же ситуация. То есть яркость хорошая, считайте фонарик. Но видите, как сильно меняется качество. Разрешение у нас здесь QHD. Сейчас я подсветку дополнительно включу. Разрешение QHD. Дополнительно могу сказать, что здесь 4,3 дюйма. А QHD это 960 на 540. Вот. Теперь давайте запустим галерею. Вот у нас есть картинки. Между прочим, на Hitech Mail.ru использовались почему-то эти картинки. Я не знаю, по какой причине. Вот эта картинка и вот эта картинка с карандашиками. Запускаем. Вот так. И давайте я вам покажу опять под наклонами, что у нас происходит. Теперь давайте следующую посмотрим. Вот эту вот картиночку. В принципе, очень яркие, насыщенные цвета. Но за счет того, что здесь применен обычный TFT-дисплей, конечно же, не очень. То есть технология Super LCD. И, как вы можете видеть, вот здесь засветка идет очень сильная. Теперь давайте... Вот сейчас очень хорошо видно, как сильно светится экран. Теперь давайте покажу на Galaxy S. Конечно, сравнение не совсем, наверное, корректное. Могут сказать, что лучше сравнивайте с Galaxy S2. Но если я буду сравнивать с Galaxy S2, то тут ни в какое сравнение идет обычный экранчик Super LCD. По сравнению с Super AMOLED Plus. Там уж цвета такие ядерные, что и сравнивать-то нечего. Вот вам две картинки. И сейчас я ложу телефоны рядом. Вот смотрите. Замечаете разницу? То есть, во-первых, на Galaxy темный цвет. То есть, ультра-черный. Нет подсветки никакой. Здесь же вот светится таким... Ну, отсюда мне видно, как будто красновато... Красновато-сером, что ли, цветом. Непонятно. Давайте... Поближе. Вот вам две картинки. Видите? Свет справа. Тут просто черный цвет. Вот и все. Так. Давайте на... На другой картинке. На вот этой. Так. Ну, вот такая вот ситуация. Не знаю. Выводы делать вам. Какой больше нравится. Я уж тут... Ну, мне в любом случае нравится больше, конечно же, экран. Супер-амолед. Супер-LCD, конечно, как-то. Может быть, четкость, конечно, и повыше, но... Конечно, глубина черного цвета, ну, никак не сравнима. Видите, какая разница большая. Так. Что у нас тут еще есть? И что тут есть? Есть у нас еще вот такая картинка. Здесь, конечно, очень хорошо проверять белый цвет. На такой картинке вот мы увеличиваем. Видите, какие цвета классные. Вот. Белый цвет лучше здесь, то бишь на Супер-амоледе. Здесь какой-то не белый, а скорее сероватый, что ли. Не знаю, как будет передавать камера, но... Здесь рука какая-то оранжевая получается. Здесь она действительно красная. Красный цвет, реальный. Углы обзора давайте посмотрим. Сейчас будем наклонять. Ну, что... Яркость падает вроде как или увеличивается. Не совсем понятно, потому что... Больше видно, что цвета становятся хуже. Сейчас посмотрим так. Ну, вот он дергается постоянно. Если заблокировать его... Ну, видите, в общем-то, тут невооруженным глазом даже заметно, что выцветает, яркость увеличивается, ну и так далее. Вот такие вот у нас дела. Дальше. Ну, вот еще одну картинку можно показать. Если она тут есть. Вот она она. Ну, тут даже спорить не буду ни с кем. Мне лично нравится вот здесь картинка. По крайней мере, под таким углом здесь все красное. В общем-то, все цвета непонятно какие. Давайте я вам поближе сделаю. Так что, это, в общем-то, вам выбирать. Ну, вот если посмотреть, например... Как тут отображается зеленый цвет, тут отображается... Тут все красным. Тут, мне кажется, более естественный цвет. Ну, вот они частично... В общем-то, вот разница в галереях. Как выглядит галерея. Тут и на Galaxy. Тут мы немножко отъедем. Вот так. Ну, что можно сказать. Лично... Лично мое мнение такое, что, конечно, для флагмана за 27 тысяч рублей можно было придумать какой-нибудь и, наверное, и получше экран. Если его сравнивать с Incredible, к сожалению, у меня его на руках сейчас нет. И никак не могу вам показать сравнение. На Incredible мне показалось, что качество дисплея немножко лучше. По крайней мере, углы обзора. То есть, яркость примерно одинаковая. А вот углы обзора лучше у Incredible. Но это лично мое мнение. И опять же, спорить ни с кем не хочу. Вот такие вот, в общем-то, дела. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok